Там, где вчера стояли бютовские палатки, сегодня коммунальщики роют раншею. Они проверяют канализацию на течи. Именно это стало причиной того, что суд запретил сторонникам экс-премьера собираться возле Качановской колонии. Но люди называют это провокацией властей и все равно вышли в поддержку своего лидера. Сегодня под Качановской колонией собралось порядка полутора сотен людей. В руках и на одежде каждого из них символика партии «Батьківщина». Я приїхав разом с київською делегацією, яка знаходиться уже багато місяців у наметовому містечку під Почерським судом. Те, що відбувається в Харкові, абсолютно ганебно. Административний суд Харкова запретил под колонией проводити пикеты і ставити палатки. Мол, здесь чинять дорогу і канализацию. Але сторонники Юлії Тимошенка не верять, що це реальна причина для запрета. Це провокация натуральної води. Це їх метод, вони і методами роботи. Представители харьковських властей заверяють, що і раніше в цьому районі в канализациях були аварії. А позавчера коммунальщики получили жалобу от містних жителів на скверний запах. Сеть тут изношена і, вероятнее всего, відбувалося обрушення свода коллектора. Значить, зараз производиться откачка сточних вод, для того, щоб не приотвратити їх виход на поверхность. Скільки уйдет времени на ремонт, пока неизвестно, говорят чиновники. Але не тільки коммунальна техника мешається пікетчикам. Около обеда к зданию, що напротив колонії, під'їжджають пожарні машини. Якоби було задымлення. Через 20 минут уїжджають. Ложнає тревога. А спустя полчаса мимо ворот колонії проїжджають два рейсових автобуса і... ...останавливаються. Перекрываю путь ко входу. Сломались. Ну вот не знаю, що це стоплено. Тащіхали смотреть. Там ще не тут сталось. Це вже продолжається в течіні двух часов. Из колонії виходит адвокат Юлий Тимошенко Сергій Власенко. Защитник заверяє, екс-премьера этапировали в Харьков незаконно. Поэтому сегодня они обратились в суд і генпрокуратуру с жалобою на сотрудников пенитенціарной служби. Эти люди, принимая решение об этапировании, не выполнили постановление Шевченковского районного суда от 8 декабря, в котором четко прописано, что Юлия Владимировна должна находиться в киевском следственном изоляторе. Это явно незаконное решение. Ими совершено деяние, которое попадает под уголовное преследование. Защитник Юлия Тимошенко хочет добиться, чтобы екс-премьера этапировали обратно в киевский СИЗО. Те же требования выдвигает и дочка Юлия Тимошенко. Сегодня она увиделась с матерью впервые после ее перевода в Харьков.